Привет, друзья! Я сегодня в гостях у Стефана. Это Кайзер Юниверсити. И мы начинаем отвечать, точнее Стефан начнет отвечать на те вопросы, которые вы присылали ему. Вопросы были интересные, самые интересные мы отобрали, и постепенно будем делать ролики на это. Но вначале я хочу подарить Стефану, я знаю он, у него очень много различных учебников, книг. Надеюсь, что и моя книга будет ему тоже полезной. Тем более, что она стала лидером продаж в электронном виде в России. И мне будет интересно, что ты скажешь, если найдешь время ее прочитать. Спасибо, и обязательно буду читать, и потом поговорим об этом. Скажешь, полная это глупость или что-то есть полезное. Ну что, друзья, я сейчас зачитаю первый вопрос. Вопрос хороший, просто немножечко пунктуация не очень, но я думаю, все поймут. Здравствуйте. Вопрос заключается в следующем. Тренинг про... Речь идет про натуральный тренинг. Как мы знаем, рост самих миофибрил после тренировки происходит на 90% примерно за 7-8 дней. И на 100% за 10-14 дней. Но 10% для нас роли не играют. Это пишет человек, который задает вопрос. А суперкомпенсация по гликогену уже через 48-72 часа происходит. Следовательно, если тренировать мышцу раз в 7-10 дней, то мышцы расти будут миофибрилы. Но при этом не будет объема, так как гликоген уже придет в исходную норму. Не подскажете, как сделать так, чтобы мышцы росли и гликоген, чтобы быть в хорошем объеме, не сдуваясь? Окей. Все. Понял. Вопрос такой. О чем он говорит, это правильно, но мы должны запоминать, что когда тренируем и стимулируем мышцы, мышцы, если стимулируем мышцы, например, сокращение и расслабление, мышцы могут расти в размер, объем может становиться большой. И поэтому он говорит, что это синтез от протеина, потому что акетин и миозин, они тоже создаются от протеина, от глика. Поэтому синтез протеин идет, может длиться до 10 дней. Но это не означает, что мы должны ждать 10 дней. Это максимум. А кто мог это сделать? Даже натуральный, но люди, которые тренируются по системе бодибилдинга. Тогда идет на очень большой объем, и все мышцы сделают микротравмы, и тогда должен ждать до 10 дней, обычно неделю. А когда он говорит по гликогену, то тоже правильно. Гликоген восстанавливается примерно через 2-3 дня. Но этот гликоген, он будет именно помогать, если ты работаешь на выносливость. Если ты работаешь на гипертрофию, чтобы мышцы увеличить в размере, это тоже важно, но не так важно, как синтез белков. Синтез белков это одно. Поэтому, когда гликоген, говорим, больше связано со спортом. И со спортом связано со выносливостью. Это важно тогда. Поэтому нельзя быть в одном и том же месте. Но я думаю, что вопрос не совсем корректен, ведь если происходит гипертрофия, то и объем происходит. Объем мышц, это одно. Но тоже мышц, потому что каждый гликоген, он тоже будет держать в воду. И поэтому мышц тоже еще дополнительно получает объем от этого. Поэтому он как половина прав в этом. Поэтому, но просто нельзя сделать в одном и то же направлении, потому что когда на силовую направленность делаем, тогда мы работаем на миофибрин, чтобы мышц становиться больше. А когда на гликоген, это уже больше на выносливость, потому что это для запаса энергии, для аэробного гликолиза или анаэробного гликолиза. Поэтому это очень важно. Есть несколько методов, которые мы можем сделать для получения суперкомпенсации. Я могу коротко рассказать. Например, давай люди, которые будут на велосипеде гонку, сделаем на велосипеде. Марафон, да? Не марафон, просто на велосипеде. Катиться на велосипеде? Да. Не на большое расстояние? Можно на большое, если не хочешь. На соревнованиях. Соревнования. Меньше объем в середу, потом еще можно тренировка сделать примерно четверг. И после этого что происходит? Каждая тренировка, которую он делает, он будет исчерп... Гликоген. Все гликоген... Углеводы. Углеводы будут исчезать. На нуле, да. Исчезать. Исчезать. Будет исчезать все гликоген. И что происходит? А уже за день до тренировок, до соревнований, даже два дня до соревнований, он будет сделать большой объем углеводы. И не тренируется. И не тренируется. И тогда суперкомпенсация идет очень сильно. А расскажи еще, ведь гликоген, насколько я знаю, запасается не только в мышцах, он же запасается еще и в печени. И это, наверное, разное время. В мышцах быстрее, наверное, да? В печени дольше. Как вот? Это зависит от, как ты тренируешься. И то, и другое. Потому что, если тренируешься на венослове еще раз, сначала мышец буду тратить, а потом от печени будет тоже тратить. И тратится, наверное, сначала, естественно, в той мышце, которая работает. И в мышц, которая работает, да. И будет именно специфическая для мышц, которая работает. А вот люди еще... В этом пример на ногах. Ну, а если я буду, к примеру, тренировать сегодня спину и бицепсы, многие люди такие, или трицепсы, неважно. Израсходуются из ног тоже? Гликоген? Да. В принципе, не буду. То есть сначала израсходуются из тех мышц, где я работал, а потом в печени, а ноги не будут трогать? Не буду, не буду. Потому что внутри мышцы буду оставить. Останется. Да. Свои гликоген будут там. От локальной мышцы, гликоген, от самой мышцы будет все... Отходить. Отходить. И от печени будут отходить. От других... И суперкомпенсация, соответственно, будет происходить только в тех мышцах... И суперкомпенсация будет только в тех же мышц, которые работали. Потому что они будут... Но они работают, они расходуют, и они будут потом... Как губка потом... И печень тоже побольше. Тоже суперкомпенсация по печени. Да, это уже давно уже... Известный. И факты, и... Спасибо, Стефан. Было очень интересно. Если у вас есть интересные вопросы, то присылайте их под этим видео. И Стефан по возможности найдет время, обязательно вам ответит. Всем пока. Окей. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом. В своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось. И смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба. Кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.